Учился в Харьковском политическом институте, закончил его в 1982 году. И в это время у меня уже был маленький ребенок, и я сюда приехал и устроился сразу сменным механиком бюро-комплекса. В то время, это начало 80-х годов, заработная плата рабочих превышала и значительно превышала заработную плату мастеров, начальников смен. Можно было бы устроиться слесарем, но я подумал так, что зачем тогда было заканчивать институт, нужно все равно было пережить это время. В 1985 году была организована дробильная фабрика номер 2, в состав которой входили ЦПТ и щебеночный комплекс. Когда уже ввели в эксплуатацию в 1996 году Круп-1, тогда он тоже еще вошел в состав дробильной фабрики номер 2. Я был главным инженером дробильной фабрики номер 2, был начальником дробильной фабрики номер 2 до самой ее ликвидации. Ну, любой самоуважаемый себя карьер должен иметь конвейерный транспорт. Преимущество цикличной поточной технологии 2. Это сокращение расстояния транспортирования горной массы непосредственно с забоя автомобильным транспортом. И подача на вышлежащие горизонты, и создание, как бы называемого, букверного склада, чтобы постоянно находилась там руда. Потому что во время взрыва, во время каких-то непредвиденных аварийных ситуаций, Руда должна идти все равно, не скачаемый потоком в сторону дробильной фабрики. Аналогично, точно ту же самую идею и сделали, и когда строили Круп. 98-го года, 97-го года уже руда в районе ЦПТ заканчивалась, и транспортировать стало невыгодно. Было решение, что главная разработка руды будет находиться на западном бурту карьера, И там необходимо построить аналогичный комплекс, как и ЦПТ. Отличие первой Круп, это первая стройка комбината. То есть сам комбинат берет и строит. Никто, тогда не было опыта такого, как можно строить самому, никто вообще не знал. Раньше строили министерство, деньги, министерство, а здесь вдруг, вот сами давайте построим. Строили ее два года. Год подготовительных работ, это строили саму трассу, где шли конвейера, фундаменты. В 95-м, в апреле месяце мы начали строить, уже непосредственно саму установку Крупа, И закончили ее в мае, чуть больше года строили, закончили 13-го мая, 96-го года, и она была сдана в эксплуатацию. И уже мы вот подходим, подходим к этому, ну когда же мы уже испытание трехсуточное, испытание производительности, так называемое. 72 часа включается, и должно оборудование сломаться, беспрерывная загрузка, и так далее. И мы, что не начнем запускаться, то одно сломалось, а то другое, то забутуемся, так, такие буты привезут, чтобы разбутать. И, ну, никак. И главное, что, почему зло так брало, оно аж высасывало с организма все соки. Ну, по мелочам, по пустякам, казалось, никто даже не думал, что там что-то там. То клапан какой-то сработает, то гидромуфта, то где-то проток масла не работает. И это все, вот это длилось. Мы насколько устали, что люди, я помню, там у нас вагончики, мы вагончики там и спали, прямо на полу, прямо вот куфай, как мы. На что домой ехать, когда через два часа, пока домой приедешь, там уже надо на работу ехать, уже утром. Мы потеряли уже веру в том, что оно вообще может запуститься из себя. Говорят, ну, запусти, не запустится, ну, все равно будут бить, ну, шо. Это запустилось, и оно, значит, проходит трое суток, оно работает. Вообще-то должно быть 12 числа, уже было 72, ну, решили, акса ставили 13 числа. Хотя 12 числа это уже, наверное, и так, как оно получилось само собой. И вот мы уже выходим, там, часов 10, 12 числа, выходим с вахтовки, сели там, все уставшие. Говорят, ну, так у нас еще и тюльпаны сидят, а то мы же как, днем на работе, а ночью, если заберут, то тоже на работе. А днем почти, ну, это в городе не бывает, что в городе тюльпаны, так, 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 ни шо не запомнилось, как вот это запомнилось. Действительно, еще есть что-то в мире такого приятного, чтобы посмотреть, что у нас и тюльпаны в горе и цветут, которые так и с этими тюльпанами.